Продолжение следует... 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 Это «Истина», «Доброта» и «Терпение», эти три биологии, которые означают. Мы еще потом до них повернем уже в процессе. Давайте перейдем уже детальнейше до таких практичных моментов. Первое, что еще важно, это приделить достаточно внимания вашему профилю. Доктор Аланц, он позволяет человеку выполнять ее профиль. Есть различные моменты, какие-то загальненные вещи. Есть вещи, которые касаются скиллев, вашего опыта и так далее. И тут, в принципе, я бы это хотел сделать с вашей допомогой, взгляд на такую небольшую взломную группу. Вот, интересно. Я буду задавать, ну, в принципе, не задавайте запитание. Мы разом с вами просто назмемо три речи, которые самые важные, ну, опять же таки, на мою думку, для того, чтобы ваш профиль был успешным. Еще я, в принципе, вважаю, варто заграти влагу. Каким чином это может происходить? У нас есть люди, которые называют, ну, в порядке, да, мы будем по одному называть эти три речи. Людина, которая называет речь, вона отрежет конфету, да, посмотрите, и люди, которые разом с ней сидят поруч, справа есть лига, также отреждают конфету. Могу каву крашу. Прошу? Могу каву крашу. Могу каву крашу. Кави, ну, я, ну, зараз, тут можем быть очень долго, то мы решили конфету. Если шесть, то можете відкласти до кави брейко. Добре, давайте так. Что от, на вашу думку, на что самое первое, звертаю влагу клиенту, взагалі? Відговори. Прошу? Відговори. Відговори. Нет, но что касается профиля, да, что конкретно в медине в первую очередь, над чем нужно подумать, над каким вопросом. Да, так, вот я захожу на вас, мне нужно что-то написать, что в первую очередь, прошу? Правильно. То есть, что я умею делать, кто там сказал? Так, для вас справа никого не ума, пикер по заднюю, два по разу, два по разу, два по разу, у пол, у меня сюда, потому что я вижу, что это может быть проблемой. Поверь еще раз, а не так. Супер. Так, ну, важнейшее, мне кажется, это то, что человек взглянует, так? Другое, это больше такое питание души, так, снова же таки, вернемся до этого. То есть, я знаю, что я умею делать, что дальше мне нужно из этого видеть, да? есть перелизь киев, кто может сказать, что понравится, что понравится, что понравится, супер. я готов, я готов, Я не готов. Ну, я уже не стал, и задний, и еще одна вещь, тоже очень важная, кто-то уже частково про это вспоминал, вот, возможно, даже, ну так, подскажу, по-разуме, это обычно подпишется в первую очередь, вот. И мы делаем. В первую очередь, кто-то пишет, кто-то пишет, вы. Правильно. То есть, просто словами, ну, этот опыт, это не обнимается, мы уважаем, какая-то конкретная взагаля просада, или еще что-то взагалить, что, какие проекти вам уже удалось сделать, так? Ну, и вас, что у нас будет уже, потому что там, вы понимали, что в каждом разу мы говорим, это лучше и дальше. Да. Да. Доброе. 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 Мы на этом не будем забыть, это еще важная тема. Так, я саму себе спрашиваю. Будьте пристресни в пошуках работы, а не постарайтесь. То, что, в принципе, я тут маю на увазе, это такой принцип баланса. Ну, до речи, мало будет червона. Она червона тут? Да. Да. Просто она червона. Ну, доброе. Тобто, что я маю на увазе? На увазе, это такая штука, как конечность. Тобто, когда вы шукаете себе работу, вы можете давать, как бы мовно, свои пропозиции, да, и если вас не запросили, вы будете за это платить, такими штуками, называется, конечность. Вот. И, что тут важно на самом деле, не раскидываться с ними, да, то, они там, их там дается певная кількість на месяц, там можно их купить, если вы там стоите каким-нибудь мембером, и так далее, то есть система. Но, в любом случае, ну, вам не удастся очень много опрацювати таких работ, как вы говорите. Я вас до этого, ну, я вам раджу уважно ставиться до каждой работе, которая, в принципе, вам подходить. Что я маю на увазе? Для меня было очень удивительно, что некоторые работодавцы, когда, ну, Джо Бофен пишут, да, что конкретно там нужно делать, что происходит с критчем, они там, в конце, десь так, там, другий абзац внизу, пишут, если вы дочитали до этого места, напишите там слово «Берг» на начало. Ну, это на самом деле очень интересно, потому что много фрилансов просто не дочитают, кидают какие-то стемпли, там, я там працювала, так-то-так, ну, одно и то самое. Тут важно, чтобы вы клієнту показали, что вы насправді читаете то, что он пишет, что вы насправді написали стосово его Джо Бофену, так, чтобы он понимал это из вашего самого первого листа. Это как раз принцип баланса, так, не валить подрядом многих тренеров, а так более сбалансироваться с этим подходом. Ой, то есть эта штука очень красивая. Так, вот все хорошо. Еще третья порада небольшая это расширить горизонт. Что я маю на вазе, это выглядит так. Я маю на вазе, чтобы вы с из тех основного и очень удобно расширить работу, которую вы делаете, и расширить свою соответствующую ответственность еще и мая на лазере это разные тренинги все это понятно вы там сбагачиваете какие-то новые мовы но кроме того еще важно стараться больше ответственностью за ту область и быть добавленным почему потому что это чувствует клиент таким чином это важно когда человек делает работу и помогает клиенту найти новые сферы, где фрилансер может этой человеку помогать что мое здесь на лазере например 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 вы работаете с базовом это ваша основная фишка вы там умеете это очень круто тут какая-то ситуация выникает вы можете еще чем-то помогать клиенту например это какой-то веб-сайт можно еще какую-то фишу добавить говорить про это давайте идеи расширить те возможности где вы можете помогать проекту это я в принципе тут мав на увазе сколько времени у нас не так много я сейчас перейду это, на речи, бонус но на самом деле очень интересная штука что есть сюда вместо это как вывезти гроши за лазер снова повернусь до истории как это началось я работал на Аланте месяц заработал сумму так сказать и я зрозумел что нужно вывезти как-то вывезти и ну на Аланте там есть разные варианты там через банк там есть возможность такая карточка Paynear вы слышали про нее слышали ну и банк я в принципе для себя эти две возможности сразу не шел стосовно Paynear я там много разного прочитал это очень круто там падает тебе будет снять и так далее но разом с тем я читал что по-перше это так как вы говорите не комиссию законно почему потому что ваша комиссия открывается где-то там в Улучшенных Штатах и на Бермудах это прошу? на Бермудах на Бермудах да на Бермудах может может даже на Бермудах ну добре суть в том что вы не должны открывать будь-де рахунок по замежам Украины без дозволу Национального банка Украины есть такая штука в принципе можно но мне этого не хотелось это какой-то более белый способ когда я не буду бояться что у меня в какой-то момент прийдет сподобнование скажет чувак приехал я что сделаю я был такой человек на интернете вообще информации не нашел что самое интересное по этому вопросу я зашел на аланс вошел чувака какой-то из Полтавы что занимается алансом очень долго через 4 лет он в тот момент занимался я просто взял до него позвонив знайшов его какой-то сайт где были его контакты просто взял до него позвонив я такой-то таки-то что там уже занимаюсь фрилансом фрилансингом там буквально месяц когда было и и допоможи мне как-то там с грушином а как ты это делаешь и он говорит а без проблем я тебе сейчас скажу это просто собежелание вот ну и в принципе так сильно помех я стал таким близким другом таким наставником так би мовити в том плане в каких-то таких юридических речах там с подоговором что куда надо и что самое интересное да то закон наш украинский он говорит про то что мое быть договор с клиентом от мают быть там акты выполненных и и и и и это тогда вам мают право зараховать гроши на ваш рахунок если гроши проходят за то он мне сказал что это не нужно делать есть классная штука называется invoice ну в принципе это в международных розрахунках используется но еще интересно что этот invoice имеет право быть в любой форме наше законодательство не в межу форме этого но чтобы там были различные реквизиты и так далее одним словом не буду долго говорить всяких цих вещей это invoice он мает всю силу вот цей штуки сейчас покажу все видно что он пишет оплата згідно зима оплата згідно цього invoice згідно з цим invoice подъяснение выполненных обит наданных послуг кинцевой законодательство не не классная штука что это означает Это означает, что вы сами можете подписать эту штуку, принести план, написать еще, появляюшую записку и все. Тобто вам не нужно напрягать клиента, чтобы он подписался с той стороны. Вам не нужно, не знаю, там, с какими-то мейлами присылать ему, там, еще больше, поштой оригинальной этих договоров и так далее. Это достаточно, чтобы банк позволил. Но одновременно, что я имею в виду, что опыт я имею и тот мой друг, он имеет только с OTP-банком. И я также работаю с OTP-банком. Это не реклама, чтобы не договориться с пиаром. Просто, на самом деле, очень много, что зависит от банка, или банк готовит люди просто за таким документом зарабатывать деньги, да? Не знаю. Можете попробовать в других банках. В принципе, это легально, это полностью легально. Но есть различный уровень консерватизма в банках. Так, есть такие люди, которые там иноюю працют, но они не могут быть договорами и все. Я не хочу иметь проблемы и все. Они не очень открытые для этого. Поэтому в целом плане ОTP уже премьерами. А какая комиссия там в корреспонденте на какие-то реклама? Яка комиссия? Ну, стосовно комиссии – это интересное вопрос. Во-первых, на ELANCE, еще когда-то ранее, где-то с половиной года назад, была такая штука, что можно было переселать в гривни и в доллары. То есть ты там на ELANCE зарабатываешь в доллары и можно эти доллары в гривнях переселать. Мне это было интересно, как это будет. Я попробовал, но мне больше не хотелось. Почему? Ну что, я там что-то переселал в 20 долларов. Пришло, по-перше, в долларах, но меньше. Пришло там 18-50, что-то такое. То есть там орієнтовно на процент они там снимают за подвольную конвертацию, я так понимаю. Кто-то себе на этом зарабатывает. И я спрекувався стосовно этого вопроса своим другом. Он сказал, что он тоже пробовал переселать, но он никогда не знал, сколько ему прийдет. То есть там от курса зависит еще что-то. Он сказал, что «Саша, давай, давай, ты лучше переселай в долларах, но ты будешь знать точно, что у тебя прийдет такая сумма, но меньше, но больше и все, окей». В долларах, там нюансы. Если у гривнях можно переселать безкоштовно раз на месяц, то в долларах за каждый перекос ты 25 долларов платишь, ELANCE. Нет, нет, это будет, это слифт-перекос. Прошу? Это слифт-перекос. Ну, в принципе, я не знаю, как это конкретно происходит. На ланце просто есть такая штука, это слифт-перекос. Да? И ты там записываешь реквизит-перекос. Ну, это слифт-перекос, конечно. Да. И они просто сделают через свой банк-перекос. Потому что международные правила – это слифт. Ну, так. Ну, а слифт-перекос будет стоить там уже не меньше 30 долларов. Ну, потому что я не могу. Я не знаю, что это делается через слифт. Я оценивался не знаю, но факт в том, что оно работает. Я могу сказать, что это 100%. То есть, на каждом перекрессе я отвечаю 25 долларов. И реально приходит сюда уже прямо в банк вот та сумма, яку я надислав. Да? Ааааааа. А еще тут еще лапо звернути увагу. Да? Когда вы уже снимаете, ну там, кошки далеко, то уже банк. То уже дивится в зависимости от банка. То есть, там есть банки, которые снимают 10% за злыха выпилки. Да? Знову ж таки, можно найти другие схемы, как эти деньги можно взагалить. То есть, без комиссий найти вывод из банка. Да? Ну, это уже нужно смотреться конкретно. Так. А вот это много удовольствий вы получаете как то еще? Как физическое, физическое, особо, предприятие. То есть, да, можно не взглянуть увагу, то есть физическое, особо, третья группа, да? Это важно, потому что второе, первое, оно не имеет права на злыха, разнообразие с загрузом. Да, и злыха в спальше. Да, исключение. Еще пять минут. Тут мы, в принципе, уже закончили. Можно еще какие-то вопросы, потому что у меня, в принципе, все самое основное, что я хотел вам сказать. Да? Еще один у меня. А вот этот инвойс и, пояснюю через записку, да? И, в принципе, вот этот инрук, я не имею с собой на флешке. Если кто-то мое желание, можете идти скину за собой. Або написать мне для вас скину. Два варианта я говорю. Если есть еще какие-то вопросы, что-то интересное. И, в принципе, если вы хотите скину за собой. И, в принципе, вы хотите скину за собой. И, в принципе, скину за собой. И, в принципе, скину за собой. Если вы хотите скину за собой, то вы можете скину за собой, а за собой через деньги будут поддатковать. Как с этим говорить? Добре, я вам не скажу. Это очень интересный момент законодательства, который полностью позволяет. Это то, что за выполнение работы, я точно не помню формулирование, но я говорю о том, что можно выполнить документ, договор, або документ, который его заменяет. То есть, что тут нужно налезать, документ, который его заменяет. Это может быть такой инвойс, вот этот код, инвойс. Знову ж таки, я напоминаю, что реально он работает, все нормально. Где есть реквизиты страниц, где есть, что самое выполнено, сумма. Это все необходимые моменты, которые должны быть в доме, будут прописаны. То есть, это абсолютно белая схема. Потому что я уже 7 месяцев працюю. Не много, на самом деле. 7 месяцев працюю только на ланце. Вот. И за этот час я уже мав справу с податковой. В этом плане, что я уже ее звездил. Снова ж таки, при каждом надходении коштей, да, за трудом на два шахуна, чтобы вы сейчас понимали, эти деньги сразу звездуются в податковую. Да? То есть, любые надходения, они сразу звездуются в податковую, чтобы они потом с реальной суммы податки не сплачут уже за, там, за квартиру, да? Назад, на контакте. Прошу? На контакте. Можем сюда назад повернуть. А кто подписывает инвульс, эти деньги? Прошу. Так вот и я. А я же еще не могу заменять. Там, на контакте, можно написать инвульс с латинскими литрами, а между украинским, договор, рахунок. Какие это будут договоры? А замовник подписывает фактом оплаты. Замовник подписывает фактом оплаты этого рахунка. Так, так. Ты можешь предметить, что липись не нужна, потому что, если он заплатит, он... Да. То есть, это как раз важный момент. То есть, тем, что клиент не заплатил, а он обучается с целью оплаты. Ну, то есть. То есть. То есть. То есть. То есть. То есть. А. То есть. Может быть еще какие-то заплаты. Какие... Какие трудности на счет? То есть. Стикаются кроме... В основном юридическими законодательными трудностями. Какие эти счеты допустят? Никто не заважают. Какие задачи для того, чтобы работало достаточно? Так. Еще какие трудности... Ну, в принципе... Ну, я знаю, что от инопи виникают трудности из часа. Да. То есть, инопи фринансеры скажут, что... Что они... Что они... Что они... Змушены працюмать имя больше, да? Неех на обычайном работе. Но на самом деле я хочу сказать, что это зависит от того, как вы побудете свою співпрацию с клиентом. Мне, на самом деле... Капец, как повезло с клиентом. В том плане, что я, на самом деле, с ним работаю как партнером. Да? То есть, я могу ему сказать какие-то свои побажания. Стосовно своего рабочего часа. И так далее он мне говорит. Знову ж таки, это зависит от проекта, от многих моментов, которые нужно задержать. Иногда... Еще, например, три месяца назад я не мог сказать, что мне доведется працювать там десять годин на день, да? Но, на самом деле, когда проект уже завершен, иногда нужно немного предложить. Это важно. Но я хочу сказать, что это может быть полностью ваше решение. Так? Что вы это маете угодить с клиентом. Ну, для меня это, особо, не другое дело. Но вы маете быть до этого готовы, что это нужно угодить. Так? В принципе, кроме каких-то юридических еще вопросов, возможно, надо вернуть вам взгляды на взгляды с клиентом. Так, буквально, декілька слів. Постарайтесь побудовать дружу с клиентом. Так? То есть максимально... Ну, чтобы клиент, в принципе, чувствовал, что на самом деле готовы помогать. То есть вы делаете это не для себя, вы делаете это для людей, для группы людей, там, не знаю, для компании, это важно быть вашим клиентом. Да? Ну, это снова-таки вопрос от души. Да? Быть честными. Это тоже очень важно. Это первое. Потому что ланс позволяет... Ну, есть фикс прайс job и есть погодинная плата на лансе. Так? Ланс просто фотографирует ваш скриншот. То есть фикс прайс, то есть фикс прайс, то есть фикс прайс на сервер, потом можно посмотреть, что там делали. Но это делается там раз в 15 минут. Да, потому что это уже фикс прайс. И, думаю, есть возможность это помолвать из Макюлаха. Я не рад же это делать, потому что это чувствуется. Ну, трудно быть честным собой, быть честным человеком. Это тоже важливая порада. И делать свою работу так, как она должна быть сделана. Это все. Я очень дякую Александру за цикавий вступ. А на разу у нас, чтобы не было времени для запитаний, так что, если у вас есть вопросы, то есть вопросы, например, будут вопросы, как она перерва, через один, можно будет продолжить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.